К нашему эфиру присоединяется заведующий отделом Национального института стратегических исследований, эксперт по вопросам международной безопасности Алексей Жак. Алексей, рады приветствовать. Приветствуем. Приветствую вас. Алексей, скажите, пожалуйста, а как мятеж Пригожина в целом отразился на стратегии и, возможно, тактике оккупантов? Каким образом они изменили свои планы, если изменили, конечно? Пока об этом трудно однозначно судить, потому что непонятно, кто там дальше будет всем этим управлять. После чистки она непременно будет, чистки и генералитета, который участвовал в этом заговоре, там может оказаться так, что на фронте окажутся наименее профессиональные люди в смысле управления, потому что Шойго, это же не серьезно. Ну, Герасимову может быть чуть более серьезно, но они, конечно, выиграли, а те генералы, которые там были и захотели больше денег и власти, их почистят. Поэтому, я думаю, в целом, конечно же, это будет ослабление. Плюс эти разговоры о том, что часть вооружений будет передана Росгвардии для защиты внутреннего строя и обороны Москвы от собственных врагов, это, конечно, тоже ослабляет российскую группировку на фронте. Но, в целом, какова будет тактика, я думаю, в целом, тактика пока не меняется. У них это называется стратегическая оборона. Это то, что построил Суровикин до репрессий еще с августа прошлого года. Год они это строили, все эти линии укреплений, фортификации, бетонные сооружения, траншеи. И тут, я думаю, ничего принципиально не изменится. Они будут держать эту многоярусную стратегическую оборону, будут смотреть по ходу, как продвигаются украинские войска без значительной опоры на авиацию. А если что-то изменится, вдруг появятся там атакмсы, вдруг появятся быстрее, чем россияне рассчитывают ТЭП-16, ну, тогда, возможно, у них и будет меняться тактика. Хотя, с другой стороны, конечно, тактику они должны менять, если они почувствуют, что действительно Украина вот-вот уже получит новое важное вооружение, ну, не будем говорить, о каких вооружениях речь идет, но, в принципе, они обсуждаются, они на поверхности сейчас, то они, конечно, будут менять тактику. Пока что нет, пока что они в обороне. Алексей, хотелось бы обсудить с вами еще один аспект и оттолкнемся от заявлений президента Украины Владимира Зеленского, которые он сделал во время пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом, которая произошла в Киеве. Итак, Россия может использовать возможный подрыв Запорожской АЭС для остановки контрнаступления вооруженных сил Украины. Вопрос, естественно, не в том, могут ли оккупанты это сделать. Мы все понимаем, что они могут сделать все, что угодно. Какие вы видите рычаги влияния, давления на Российскую Федерацию для того, чтобы этого все же не произошло? Какие возможности есть предотвратить эту беду? Ну вот первая возможность, то, что сейчас происходит, это говорить об этом на всех уровнях. Второе, все-таки, ну, ценить то, что те озабоченные организации, которые все-таки хоть как-то этим озабочены, я имею в виду МАГАТЭ, можно сомневаться в их эффективности, но, тем не менее, в информационном плане они хотя бы озабочены, потому что их покажут, если они прозевают какой-то ядерный инцидент. Ну и работать с партнерами на двухстороннем уровне, чтобы все-таки их, ну, чтобы они поняли серьезную ситуацию. Там дело в том, что, конечно же, все понимают, что ясная и понятная угроза санкций против Росатома в случае выхода радиации, и ясные и понятные санкции против тех россиян, которые каким-то образом будут принимать участие в принятии решений, я имею в виду ордера на арест со стороны международных юрисдикций, ну, сейчас это, например, Международный криминальный суд, он может такое делать, и это эффективно, но, к сожалению, мы видим какое-то торможение. Я больше скажу, что недавно одна из американских таких организаций, которая занята вопросами ядерной безопасности, они провели стратегическую игру по поводу реагирования Запада, наших союзников, европейцев, американцев на какой-то ядерный инцидент и вообще атаку россиян на атомные станции, включая европейские. Ну, в общем, эта стратегическая игра дает чуть-чуть такие неутешительные выводы, что только Украина и в меньшей степени Польша и страны Балтии готовы предпринимать какие-то решительные действия для того, чтобы это остановить. Все остальные все еще склонны переждать и думать, что оно самим каким-то образом рассосется. Поэтому инструмент понятен. Я назвал два этих основных инструментов, которые, с моей точки зрения, отрезвят Россию в любой ситуации. Это санкции против Росатома жесткие, быстрые. И второе – это ордера на арест тех россиян, которые готовы это сделать со стороны Международного криминального суда. Но, к сожалению, выясняется, что нужно с этим работать. Ну, возможно, еще на саммите НАТО удастся об этом поговорить и каким-то образом убедить наших партнеров, что это реально серьезно. И тут не получится отсидеться, чтобы оно само рассосалось. Оно само не рассосется. Хотя, конечно, надо признать, что максимальный инцидент с выходом радиации, то есть по поверению Чернобыля, ну, технически очень сложен, вряд ли Россия может это сделать, но привести в негодность экономический актив и создать очень мощное психологическое воздействие, потому что любой выход радиации, он создает мощное психологическое воздействие, в том числе и на послевоенную ситуацию, в том числе и на экономические активы, которые, ну, вообще на экономику Украины, это будет иметь долговременный эффект, любой выход радиации. Ну, и, конечно же, они могут вполне технически просто сделать так, чтобы, ну, очень было трудно вернуть станцию к нормальной работе, если они создадут там загрязнение на самой этой станции. Это не могут сделать, об этом надо говорить. Но, к сожалению, инструменты понятны, а политическая воля, ну, мне кажется, схромает еще в мире. Алексей, ну, официальные представители Украины, как политического, так и военного ведомства, не раз заявляли о том, что технически Россия уже полностью готова для совершения вот того самого теракта на Запорожской атомной электростанции. Просто напоминаю для наших зрителей крупнейшей атомной электростанции в Европе. И основной, или как одна из целей, скорее всего, это конкретно помешать вот тому самому контрнаступлению украинских защитников, по сути, наступлению, освобождению украинских земель. А как вы считаете, если все-таки этот теракт будет совершен россиянами, каким образом это может отразиться на украинском наступлении? Ну, собственно, на процессе наступления это вряд ли отразится. Но создать психологический эффект, да. Россиянам, чтобы создать психологический эффект, надо каким-то образом убедить мир в том, что инцидент случился именно в результате наступательной операции и деоккупации территорий. Как они это сделают? Ну, вот я думаю, один из факторов, который и еще удерживает россиян от такого теракта, как раз в том и состоит, что они не знают, как это лучше сделать. Так, в такой ситуации, когда, в принципе, ситуация прозрачна, когда там есть миссия МАГАТЭ, когда по всей территории Украины расставлены датчики, полученные еще полгода назад от Соединенных Штатов, регистрации ядерных выбросов. То есть, очень трудно им это сделать незаметно. А как они пытаются это оформить? Ну, им надо каким-то образом это оформить. Я думаю, в любом случае они не остановят наступление, потому что, ну, это невозможно сделать просто влиянием на СМИ. То есть, если операция готова, если все остальные факторы в наличии для проведения деоккупации, то она будет проведена. Ну, а психологический эффект, ну, мне кажется, в конце концов, этот вопрос локализуется, вот каких-то информационных влияний, в общем-то, локализуется на уровне информации. То есть, тут наше слово против российского слова. И при арбитраже МАГАТЭ и тех стран, которые обладают средствами технической разбитки, я не верю, что они могут остановить контрразтепление, но вот то, что они реально могут сделать в результате всего этого, может, это не их главная задача, но они это могут сделать, и это может случиться, это то, что станция будет долгое время непригодна для того, чтобы вернуть ее в энергетику Украины. Алексей, а вот сегодня вы уже упомянули о том, что в контексте предотвращения теракта на Запорожской ЗАЭС есть у вас сомнения относительно политической воли некоторых представителей стран-союзников. А вот относительно будущего саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе, там и президент Зеленский говорил, что нужна та самая политическая воля, политическая смелость от представителей дружественных нам государств. Скажите, пожалуйста, по вашему мнению, учитывая последние заявления, которые сейчас появляются, увидим ли мы ту самую политическую волю там, в Вильнюсе, уже очень скоро? Она будет ограничена. И там будет существенное продвижение, судя по той информации, которая из НАТО исходит, там будет достаточно дано Украине и гарантии, и обещаний каких-то более-менее конкретных, ну, конкретных факторов безопасности, для того, чтобы президент Украины принял там участие. Ну, очень, опять же, многое будет зависеть в смысле вот именно политического настроя от того, в каком состоянии будет находиться в этот момент проведения саммита операция по деоккупации, что конкретно будет обсуждаться. Политические воли на то, чтобы Украина быстро вступила в НАТО, ее нет, ее не будет, но, тем не менее, факторов, разного рода факторов, гарантий и поддержки Украины будет очень много. С ними надо еще будет разбираться, какие из них реальные, а какие нереальные. В любом случае, можно сказать, что есть такой уже тренд и в рамках НАТО, и в рамках Европейского Союза, что само по себе обещание огромной помощи, ну, вот, скажем так, художественной, огромной помощи, которую Украина начнет получать для восстановления, это уже является гарантией безопасности, очень существенной, потому что если наши партнеры вкладываются, вкладывается частный бизнес, вкладываются международные организации, кредитуют Украину, и речь идет о сотнях, сотнях миллиардов долларов, то это уже, в общем-то, достаточная гарантия обязательного вмешательства наших партнеров, если будут рецидивы российского агрессивного поведения. Но, кроме этого, будет достаточно много других механизмов, и политических, и психологических, и военных логистических, которые будут нам даны для того, чтобы мы чувствовали себя увереннее. Хотя политической воле сказать, когда и при каких обстоятельствах Украина станет членом НАТО, я думаю, у них не хватит. Они чуть-чуть изменят эту формулу, что когда-нибудь Украина станет членом НАТО, может быть сказано, что скоро станет членом НАТО. Но такой вот глубокий политический воле, к сожалению, не видно. Ну, будем держать руку на пульсе. Наверное, интересно будет не только то, что будет произнесено во всеуслышание, а и то, что будет сказано за кулисами, в частных беседах. Вряд ли мы узнаем об этом в самое ближайшее время, но тем не менее, однажды эта информация станет достоянием общественности. Алексей Ижак, заведующий отделом Национального института стратегических исследований, эксперт по вопросам международной безопасности, был с нами на прямой связи. Большое спасибо. Благодарим.